Ну что ж, привет, мои дорогие! Вы смотрите... Ой, я забыла про браслетик Теппи. Да, шуршащий. Шуршащий браслетик. Миша прям в глотку попала. Алина! Да ладно? Снимай сама. Коль, замена! Ну что, мои дорогие, всем привет! Вы смотрите программу Афиши. Вот уже 88-й выпуск. С вами Полина Громова, как всегда. И я в ближайшие две недели гарантирую вам познавательное веселье. Вас ждет очень много интересных событий, которые я, кстати, ни при каких обстоятельствах не советую пропускать. Итак, начну с прекрасных новостей. Точнее, с приглашения на главное ежегодное мероприятие не только нашего округа, но и всей страны. Это Ночь в театре. Истринский драматически готовит потрясающую программу. Вас ждет знакомство с драматургией о театре трех последних столетий. Ночь в театре в этом году пройдет 26 марта в пятницу и 27. Это суббота в 20.00. Не пропустите! Поговорим о кино. На прошлой неделе на больших экранах вышел фильм «Игры шпионов». Главной роли мой любимый, обожаемый просто, Бенедикт Кэмбербэтч. Действие происходит во времена Холодной войны. Британский бизнесмен Гревил Вин сотрудничает с советским информатором, полковником ГРУ Олегом Пеньковским, чтобы положить конец Карибскому кризису. Пусть нас всего двое, но мы оставим след в истории. Если вы хотите чего-то попроще и желательно про любовь, то не пропустите комедию от создателей «Притворись моей женой и артист. Любовь, свадьбы и прочие катастрофы». Организаторы свадеб изо всех сил стараются создать для своих клиентов идеальный день, в то время как их собственные жизни далеки от совершенства. Я влюбилась в самого глупого человека на свете. Ты замужем, тебе здесь не место. Иди домой. И падаешь в обморок. Ладно, красотка. А вот с детьми обязательно сходите на мультик «Айнбо. Сердце Амазонии». Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что ее поселку грозит опасность, дочь вождя отправляется за помощью в компании двух удивительных зверей. Но, конечно же, их ждут захватывающие приключения. Чтобы найти пропавших друзей и спасти свой дом, ты наша надежда, Айнбо. Айнбо. Сердце Амазонии. Друзья, у меня для вас еще одна замечательная новость. Рок-группа «Зверобой» снова выступит в Истре. Не пропустите 18 апреля в 17.00 на сцене молодежного центра «Мир». Напомню, музыканты – неоднократные участники фестиваля «Нашествие», частые гости Донбасса. Их песня «Чистое небо» была выбрана Министерством обороны для создания клипа о военных летчиках. Вообще «Зверобой» – одна из немногих групп исполнителей жанра русский рок, имеющих патриотическую направленность. Их песни о доброте и человечности. Как говорят сами музыканты, их композиции порой непростые, но посыл все же светлый. Им важно, чтобы зрители вышли из зала окрыленными, а не под грузом тяжелых тем. Мы были на концерте «Зверобой» и видели реакцию аудитории. Спасибо! 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 Нам приятно, что вот как раз молодые люди в таком восторге, скажем так, от нашей музыки. Ну и чувствуется, что тематика песен, вы вообще сами песни во многом близки и понятны. Здесь не нужно ничего объяснять дополнительно. Вот чувствовалось всем ребятам, от мала до велика, вот понятно и близко, о чем мы поем. Приобрести билеты можно на сайте группы «Зверобой», а также в кассах и на сайте молодежного центра «Мир». Напоминаю, концерт пройдет 18 апреля в 17.00. Ну что, про кино рассказала, про театр, про концерт в мире. Но прежде чем вы соберетесь туда идти, вас наверняка одолеет вопрос, что надеть. В рубрике «Мода» сегодня рассказываю о главных трендах сезона весна-лето 2021, которые недавно проанонсировали лучшие мировые глянцевые издания. Ну, во-первых, из моды никуда не уходят широкие джинсы. Они по-прежнему остаются самой актуальной вещью вашего гардероба. Да-да, это тот самый крой из 90-х. Экстремально длинные, экстремально широкие. Но не за горами 2000-х в моду возвращается низкая посадка. Это могут быть брюки, юбки, шорты. Сочетать их лучше всего с кроп-топами и бра. Кстати, обра. Трикотажные, хлопковые, кожаные и бархатные лифы тоже один из главных трендов этой весны. Но лучше, конечно, оставить их на времена, когда позволит погода. Также актуальны рукава, фонарики. Они придадут объемы и торжественности любому топу, платью или рубашке. Кстати, если рубашка, то желательно мужская. Дизайнеры не хотят прощаться с оверсайзом, но в этом сезоне все же советуют подчеркивать талию поясом. А еще в моде контрастные цвета. Синие, желтые, кричащие красные. Природную сервис надо срочно разбавлять. Согласны? Ну что же, напоследок праздники. Для начала я хочу наградить победителя конкурса на лучший бутерброд. Напомню, в прошлом выпуске я, Миша Моралов, мой оператор, и наш корреспондент Алена Кудырко соревновались в конкурсе на лучший сэндвич. Так мы отметили день рождения бутерброда 14 марта. Мы попросили вас проголосовать, высказать свое мнение, какой, на ваш взгляд, кулинарный шедевр самый необычный. В итоге большинство выбрало бутерброд Миши! Миша, мы тебе приготовили приз, иди сюда. Нет, сюда. Так как ты Мишка, в подарок мы тебе приготовили банку клубничного варенья. Спасибо, очень приятно. Богатырская наша. Спасибо, спасибо. Я старался. Тебе спасибо. Давай. Иди дальше работать. Но это еще не все. Друзья, впереди нас ждет еще один интересный праздник. День придумывания хороших примет. И отметим мы его 3 апреля. Друзья, я хочу, чтобы вы и в этот раз поучаствовали. Пишите нам в комментариях, какие у вас уже есть свои собственные приметы. Ну и, конечно, придумывайте новые, но не забывайте, они должны быть хорошими. Самые интересные и креативные мы озвучим в следующем выпуске Афиши. Ну что ж, на сегодня это все. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся мы теперь с вами через две недели. Это будет 5 апреля. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. Ну а мы, в свою очередь, желаем вам прекрасно провести ближайшие две недели. Вы смотрели программу Афиши. С вами была Полина Громова. До новых встреч!